Каталина Видео и Вильям Хэггинс представляют Художественная кинолента «Большие стволы 2» Ответственная за видеосъемку Брэд Остин, Питер Ромейро, Марк Дженсен Музыка Sonic Seduction Автор сценария, продюсер, ответственный за монтаж и режиссер Джош Эллиот Я думаю, я был рожден для службы Мой батяня, мой дед, мой прадед, все служили Вот мне, кстати, интересно, а когда они служили, у них то, что такой же пиздец творился? Или у них все совсем по-другому было? Часто задумываюсь об этом А от некоторых своих сослуживств, так я вообще посадок бы подаю А начну я, пожалуй, с нашего наглухо отбитого сержанта Такое чувство, будто когда он последний раз в батон свистел Ему нахер мозги отчукрыжили Хотя, мне кажется, ему уже столько раз мутузили, что там дыра свистеть не хочу Женек был одним из первых, кого я встречал по прибытию на базу Но, несмотря на это, я мало что могу о нем рассказать Да и вообще, мы в разных бараках, поэтому видимся редко И он, я думаю, очень разосторонний, если вы понимаете о чем Ну, а этого молодца прозвали Твердыш Местная в каждую дырку затычка Ходячая книжка с правилами Если он тебя зачем-то застукал, то все, готовь сраку Он тебя сначала сам накажет, а потом еще и начальству настучи А вот, кстати, Леха, его подсоз Если видите Твердыша, значит где-то рядом Леха Складывается впечатление, будто они не так просто постоянно рядом ходят Джонни, Крэг и Кори, блин, эти ребята просто зажигалки Безумно горячи Да я бы с каждым из них коровку запедалил Помню, как смотрел на Джонни, пока он мылся Как блестела его мокрая кожа, пока он натирал свой огромный дрын А Крейг это просто нечто Двухметровая, мускулистая машина для выебывания Аж дыхание запирает от его инструмента Ну и напоследок Кори, твердый, как скала А его губы любого вялого превратят в перфоратор А это Скотт Брейкс Довольно уважаемый человек в наших рядах Потому что он заведует складом Если тебе что-то нужно, ты обращаешься именно к нему И он поможет тебе это достать Будь то хоть одежда, хоть форма Да что угодно, у него все есть, поэтому он сидит и куй не дует Ну а вот так пиздец загадочный Но вроде как он неплохо подлизался и тоже работает на складе Ходят слухи, что он сексуально-гиперактивный Его даже пару раз вроде как ловили, пока он душил своего питона Ну и напоследок немного от трех пидорасов, с которыми лучше не шутить Первый это Расти Метр девяносто, глаза убийцы В которые лучше не смотреть, иначе даже не поймешь, как его хер оказался в твоей глотке А вот и его дружок Броуди Настоящий хасло из Бостона А своим огромным опиздюлевочем между ног он может хоть в бейсбол играть Не забудем и про Хайру Очень экзотичный хлопец с такой же экзотичной елдой И с не менее экзотичной начинкой, которую обожают эти двое А конкретно я проживаю с довольно таки крутыми ребятами Коди Паджар и фермер из Огайо Красивая медовая кожа, отласканная солнцем И безумно прекрасное тело, которым он умеет пользоваться Пауэлло у нас метис Такой себе итальянский колумбиец Или колумбийский итальянец, как ему больше нравится Но в любом случае, это тот парень, с которым бы я с удовольствием взбил шоколадный мус Рико к нам прибыл прямиком с юга Лос-Анджелеса Самое настоящее дитя улицы, ни больше ни меньше Ну и наконец, наш экзотичный Брэндон Но мы называем его просто Башкир Такой себе обаяшка с красивой внешностью И огромнейшим болтом на перевес его харизме С таким все хотят дружить Ну что ж, начнем историю Вот пошла уже третья неделя моей службы Сплю себе такую и просыпаюсь от того, что Башкир дрочит Поговаривали, что тут все перетрахались Я хотел узнать, правда ли это и, конечно же, навел справки Скотт рассказал мне о том случае, который произошел на прошлой неделе на складе Так был особенно странный в тот день Ну что, будем изученятыся? Да, сейчас я закончу по-быстрому Мне кажется, он слишком давно себя не разряжал Поэтому положил глаз на Скотта Кстати, это как раз Скотт ловил его в те моменты, когда он настраивал свою ракету для запуска И, наверное, он решил, что пора все-таки ее запустить Ну что так? Готов закрываться? Не, але я готов затрамбувати тоби в горлянку А ты ничего не напутал, сынок? Слуха, я знаю, чего я хочу Я хоть еще паху копылюха, кофта, справжний человек Тип, зачехлил, к нам зайти так-то могут А вот и не можуть Та и взагалі мені начхати Та і ти припинай Ціпок мені увесь день штані дряпає Не кажучи про повнесенький бак Ладно, так уж і быть, а то, не дай бог, хлопнєт Вот мы и подошли к полевым учениям Конечно же, под руководством нашего ебучего сержанта Потели как черти, пока он орал на нас Я решил мотнуться в то место, где Кори, Джон и Крейг разбили лагерь От того, что я увидел, я охуел И то это даже мягко сказано Эта троица устроила просто лютейший глиномес Вы не представляете, насколько я жалею, что у меня не хватило духу присоединиться к этому разъярённому очкодробительству Чуть после я узнал, что Лёха выдвинулся на вылазку вместе с твердышом Опять эта парочка постоянно держится друг друга Ти че, мозги выпекло, дятел? Ти че, проблемы нужны? Эй, да ладно тебе, нас же никто не увидит Мы одни Я ведь сказал будить меня только тогда, когда мы будем убираться отсюда Вот черт, а я нарушил твой приказ, получается? Ну тогда тебя стоит наказать, щегол Ой, как все прекрасно складывается Ну тогда топи за мной, рядовой Погнали Вы двое, может успокоитесь, мне достало уже на это смотреть Ну так не смотри Ладно, сорян, я просто злой после того, как сержант меня вымаштровал хорошенько И дело по ней песюнца полегчает Да хороший же Вот кому реально надо песюнца навернуть, так это нашему ёбаному сержанту Ой, я б тоже с удовольствием бубопедик подтолкнул бы Согласен, я б накормил бы его бададом Ну так хули мы вала дрочим? Давайте накормим уже Ты че, долбанулся? Мы же со службы полетим Нахуй на ней, он нас не узнает Ты по вашему этому ложу, охренеть у меня повеселиться Эй, ну че, как я ду? Да норм, не спится только Ну да, я тебя понимаю Магнитные бури Эй, а че тут у тебя из штанов торчит? Ебать! Балумба выпала Так доставай до конца А че? Ну да, хорошенечко, проветрим инструменты Ой, как хорошо, что я спать не лег Позже этой ночью наша троица проникла все-таки к сержанту Они были серьезно настроены провернуть свое дельце А знаете че? У ребят не просто все получилось После их вмешательства и проникновения Сержант даже добрее стал Мы даже узнали его с совершенно новой стороны Хороший, милый парень Вот как дрын может изменить жизнь человека на раз-два-три Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова